Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Латвия при численности населения на 1939 год в 2 миллиона 1900 человек имела армию мирного времени около 25 тысяч человек. При этом обученный резерв позволял призвать в армию свыше 200 тысяч, из которых вооружить получалось лишь от 130 до 180 тысяч человек. В полиции было около 3100 человек, в пограничных войсках около 1200 человек, в ополчении числилось около 35 тысяч человек. В мирное время латвийская армия состояла из 4 пехотных и одной технической дивизии, отдельного кавалерийского полка, армейской и морской авиации, военно-морских сил, пограничных войск и ополчения. В военное время планировалось развернуть еще 3 боевых и одну резервную дивизии, 3 моторизованных бригады, 2 кавалерийских полка, 4 самокатных батальона, 4 артиллерийских дивизиона. Пехотная дивизия включала 3 пехотных полка, в каждом 3 пехотных в мирное время 2 батальона, артиллерийская рота, в которой было 6 минометов калибра 81 мм, 2 70-мм пехотных и 4 47-мм противотанковых орудий. Также в дивизии была самокатная рота и кавалерийский эскадрон. В пехотном батальоне было 3 пехотных и 1 пулеметная рота, в которой было 12 станковых пулеметов. В пехотной роте 3 взвода, во взводе 3 отделения по 8 человек с ручным пулеметом и 2 отделения по 9 человек. В самокатной роте было 3 взвода по 4 отделения, в каждом по 8 человек с ручным пулеметом и пулеметный взвод 4 станковых пулемета. Зимой самокатная рота передвигалась на лыжах. Артиллерийский полк, состоявший из трех, в мирное время из двух дивизионов, в каждом две пушечных и гаубичная батарея. Всего 24 английских пушки калибра 83,8 мм и 12 114-мм английских гаубиц. В военное время формировалась зенитно-артиллерийская батарея. Из четырех сорока миллиметровых орудий. Отдельный кавалерийский полк состоял из пяти кавалерийских, двух самокатных, пулеметного эскадронов и артиллерийской батареи, четыре пушки. В полку было около 1200 человек. На вооружение латвийской армии состояли 129 227 винтовок, 2741 ручной и 1224 станковых пулемета, 197 легких и 24 тяжелых пушки, 56 легких и 17 тяжелых гаубиц, 24 пехотных, 96 противотанковых, 18 легких и 36 средних зенитных орудий, 64 миномета, 11 тяжелых и 9 легких береговых пушек. Винтовки в основном были канадские, Россенфилд М14, пулеметы английские, Льюис, Викерс МК-1, Викерс МК-2, а также Максим, все калибром 7,71 мм. В небольшом количестве на складах хранились немецкие и французские станковые пулеметы Бергмана и Гочкиса, а также бывшие русские пулеметы Кольта. Упоминается часто, что в латвийской армии были германские 13-мм противотанковые ружья, оставшиеся с Первой мировой, но их было лишь 5 и 2520 патронов к ним. Техническая дивизия включала автотанковый полк, саперный полк, батальон связи, полк бронепоездов. К технической дивизии относилось и командование артиллерии, которому подчинялся и полк бронепоездов, полк тяжелой артиллерии, зенитно-артиллерийский полк и отдельный артиллерийский дивизион, а также полк береговой артиллерии. Автотанковый полк состоял из бронеавтомобильной, трехтанковых, автотранспортной и учебной рот. Всего в полку было 6 старых бронеавтомобилей, 2 английских тяжелых МК-5 и средний Медиум-Б, 6 итальянских ФИА-3000, 18 английских экспортных танков Виккерс М-36 дробь 37, из них 6 с 40-мм пушкой, 1 английская танкетка Виккерс Карден Ллойд. Полк бронепоездов включал 4 бронепоезда. На вооружении имелось 10 77-мм, 3 84-мм и 6 105-мм пушек, 1 152-мм гаубица, 5 152-мм морских пушек системы КАНЕ, 2 40-мм английских зенитных орудия, 1 37-мм револьверная пятиствольная пушка и 36 пулеметов. По поводу вооружения бронепоездов много разной информации, в разных источниках. Это связано с тем, что часть вооружения бронепоездов была снята и по одним данным числилось на вооружении полка, но реально в бронепоездах не была установлена. Полк тяжелой артиллерии состоял из двух артиллерийских, в военное время из шести артиллерийских и зенитной батареи. Всего в полку должно было быть 18 в военное время 29 107-мм пушек, 6 в военное время 12 105-мм пушек, 6 в военное время 9 152-мм английских и 2 в военное время 3 152-мм русских гаубиц. В военное время добавлялось 5 немецких 150-мм гаубиц плюс 4 40-мм зенитных орудия. Отдельный артиллерийский дивизион считался учебной частью, состоял из трех батарей, всего 12 пушек и 4 гаубицы. Зенитно-артиллерийский полк по военному времени должен был состоять из четырех дивизионов. Двух отдельных батарей по 3 76-мм пушки и 7 мобильных батарей по 4 40-мм пушки, придаваемых дивизиям. Всего в полку должно было быть 20 76-мм русских, 18 76-мм советских, 6 76-мм английских и 32 40-мм пушки, 52 пулемета, 12 звукоулавливателей и 12 прожекторов. Полк береговой артиллерии в мирное время состоял из трех дивизионов. Всего в полку 6 152-мм пушек Канэ, 2 130-мм, 2 84-м, 5 76-мм береговых и 3 76-мм зенитных орудия, русские трехдюймовки на станке Иванова, а также 14 пулеметов и 2 прожектора. В военное время в составе полка дополнительно указаны две 75-мм береговые пушки Канэ и одно 37-мм орудие, видимо, одна револьверная пушка системы Гочкиса. В число указанных пушек Канэ входят также пушки полка бронепоездов, что создает некоторую путаницу. Также в береговой артиллерии указаны и 40-мм английские зенитные орудия, которые в некоторых источниках числятся в береговой артиллерии. Инженерный полк состоял из двух батальонов четырехротного состава и отдельной понтонно-мостовой роты. Военно-воздушные силы состояли из двух дивизионов и группы морской авиации. Всего три истребительных плюс одна формировалась, две разведывательных и две морских эскадрильи. Истребители были представлены относительно современными английскими самолетами Глостер Гладиатор 24 машины и английскими же, но более старыми, бипланными Бристоль Бульдог, которых имелось шесть. В качестве разведчиков использовались десять бельгийских учебных самолетов СВ-5, два английских разведчика-бомбардировщика Хакер Хайнд, шесть чехословатских разведчиков-бомбардировщиков Летов С-16. В морской авиации было еще шесть чехословатских Летов С-16, четыре английских поплавковых разведчика Феррой Сил и два шведских самолета, поплавковый разведчик Аэро С-4 и учебный Аэро С-10 Пират. Военно-морской флот Латвии включал сторожевой корабль, два тральщика, две подводные лодки и четыре ледокола. Пограничная охрана Латвии состояла из пяти батальонов и патрульного судна. Ополчение включало девятнадцать территориальных полков и нескольких отдельных батальонов, железнодорожного полка и даже авиационного полка, в котором имелось то ли четыре, то ли десять учебно-тренировочных самолетов. Согласно не очень надежному источнику, на 1 января сорокового года в организации числилось тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре мужчин, четырнадцать тысяч восемьсот десять женщин и четырнадцать тысяч подростков. На вооружении тридцать тысяч восемьсот тридцать одна винтовка, тридцать три станковых пулемета, двести девяносто ручных пулеметов. В военное время ополчение должно было сформировать для армии четыре самокатных батальона и три кавалерийских эскадрона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова